А вы же любите мою передачу? Вы ее смотрите? Давайте вместе посмотрим, она пока будет на заднем плане. Вот так она начинается и дальше идет рассказ. Я очень сильно люблю ту самую передачу, потому что я первый ее и сделал. И дело-то было в 2001 году, это был октябрь месяц. Скоро будет, уже скоро будет, но грубо говоря, сейчас посчитаю, но больше 20 лет однозначно, а скоро-то и закатится в 2026 году и будет ровно 25 лет. Представляете, 25 лет я с вами общаюсь. Эту заставочку я сделал своими силами, своими руками, а вы не знали, я это тоже кое-что делать-то умею. И конечно же вы должны спросить. Ну, каждый товарищ из разряда, ну, бизнесменов говорит, Алексей, а где твои новые сюжеты про автомобили? И я вам сейчас этот ответ дам. Давайте все-таки поделимся, что программа «Автостоп» это далеко не дешевый вариант в природе своей. Это далеко не дешевый вариант. Почему он далеко не дешевый вариант? Потому что в программе «Автостоп» должно быть, клево, да, машинке, работать как минимум три грамотных и крутых человека. Это я специально для тех, кто мне говорит, почему я не вижу, вы не видите новых сюжетов. Так вот, чтобы три грамотных рабочих человека делали это мероприятие, уровень средней заработной платы у каждого человека должен быть, ну, не менее тысячи долларов. Ну, не менее тысячи долларов, и тогда я найду этих людей. Но когда я говорю вот этим товарищам, которые мне говорят, где? Я говорю, а давайте сделаем материалы про вас. Они говорят, о, не-не-не, у нас с деньгами все-таки сложно. Другой вариант. Я также захожу к другим товарищам, у которых корни, в принципе, не магнитогорские, а, допустим, московский или челябинский или екатеринбургский. Говорю, давайте про вас сделаем материал. Тоже, не-не-не, у нас денег-то нету. То есть вопрос у меня лично к вам, кто мне задает эти сведения о том, что программа «Автостоп» не имеет пока автомобильной тематики. По одной простой причине – где я возьму эти три тысячи долларов? Ну, ладно, я для себя могу сделать немножко попроще, потому что я программу-то люблю, а остальные-то хотят денежки, 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 а вы не даете эти денежки. Клево? Так вот, весь вопрос именно с программой «Автостоп» – это не ко мне, это вопрос именно к вам. Кто не хочет работать на телевидении, вы не беспокойтесь, программа «Автостоп» никуда не денется. Я вам показываю сюжеты из-за ютуба, естественно, я туда все материал сливаю. Рано или поздно это дело случится? Ну, потихонечку, но в любом другом случае, я недавно посмотрел сюжеты, можете посмотреть «Электроскутер». Последний сюжет. То есть человек просто не доезжает, как надо ехать, а надо ехать очень близко, а он усомбавился кое-куда. Естественно, только поскольку он отъехал, там со звуком были некоторые проблемы, потому что это невозможно сделать, это должны быть крутые специалисты, а не так. Вынь да положь, все дело красиво и ровно получается. Нет, нет, нет и нет. Так что, если у вас, у кого-то возникнет проблема, и вы захотите посмотреть, и сделать качественные сюжеты, я вам еще раз говорю, 3000 долларов, и будет все красиво и ровно, каждый месяц. Давайте все-таки определимся, 3000 долларов, сколько это? Ну, примерно. Чтобы вы чуть-чуть опустились на круги свои, я скажу, что тот, кто вам продает машины, у них средняя заработная плата 150 тысяч рублей. Это чуть-чуть больше, чем 1000 долларов. Ну, так, чуть-чуть больше. Они пытаются все это дело продать. Вы не рассказываете сказки, я знаю, о чем идет речь, и при этом, ну, когда там товарищи начинают вам по ушам втирать, вы понимаете, за что они доработают. Они отрабатывают свои бабки. Тут даже вопросов нет. Но насколько хорошо они отрабатывают свои бабки, вот эта тема немножко другая. Может быть, хорошо, может быть, нет. Но вы же не хотите работать, как это делается в нормальных странах. К сожалению, к сожалению, у меня нету отдельной подпитки. То есть, ну, был бы, грубо говоря, хороший человек, а я примерно всех знаю, кто занимается продажей автомобилей, я всех их знаю. Я их знаю от и до всех. И никто вам не скажет, что я хочу потратить на программу автостоп те самые 3000 долларов. Поэтому мы будем делать все неторопливо и не спеша. Но тут другой вариант, мы говорим про YouTube. В принципе, нормально, работа красивая и хорошо. Но я тут недавно посмотрел, что... Давайте все-таки немножко к политике вернемся, да? То, что основные наши министерства не имеют к Российской Федерации никакого отношения. Скорее всего, дядя Володя это дело сделал, человек показал. Я бы, конечно, учитывая то, что в Российской империи, в Советском Союзе, как бы вам сказать, люди приходили и умирали на своих постах. Так, может быть, перевернуть страницу неправильной истории, вернуть все на круги своя. И пусть наши специалисты экстра уровня, а я знаю, что дядя Володя специалист экстра уровня, живет и делает все для людей. Я готов за это проголосовать. А вот эту непонятную думу, ну, честно, честно, я бы, конечно, вернулся на круги своя, где раз в пять лет на пятилетку мы выбирали депутатов. И министерство, настоящее министерство давало нам возможность спокойненько кататься по стране Совета за копейки, за относительные копейки, естественно. Вот это бы я вернул. Если это вернется на круги своя, благо того, что в скором-то времени, ну, вы должны понимать, да, то, что даже все сюжеты по СВО я смотрю где? На Ютубе. Да-да, дорогие мои. И у нас сейчас есть еще и Азовское море, вот такое. А в скором времени, дай-то Бог, мы заберем и Николая, и Одессу. И у нас будет чистое, качественное, большое Черное море. А есть еще замечательная штука. Ну, с этими делами надо немножко пообщаться. То есть, в принципе, мы можем так же летом отдыхать еще и на Каспии, только надо тем, кто внедряет неправильный ислам, съездить в правильный ислам. То есть, берем вот эти несколько местечков и свозим их куда? В Турцию. Там ислам. И там все нормально. Мало того, можно съездить еще и в Египет. Там тоже ислам. И там все нормально. Да-да-да-да. То есть, вот это немножко с мозгами надо переключиться. И тогда у нас будет еще и Каспий. А есть еще очень хорошее место. Очень красивое место. Мне курс событий? Владивосток. Отличное место. То есть, в принципе, а почему нет? У нас и моря-то хватает. Ну, и все. И живем спокойно и ровно. Будет ли это? Не знаю. Я лично готов за это проголосовать. Вот так.